Начнем с нашу беседу о здоровье спины. Как видите, пузо у меня волное, ремень не ношу. Приветствую! Шейный отдел. Заключение. Картина дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Полисегментная протрузия дисков С7. Крестнично-крестцовый отдел позвоночника. Рыжий шмоля в позвонках. Чтобы разобраться со спиной, с ее здоровьем, болями и прочим, начинать надо с самого начала. Школа. Где-то в классе 7 до меня дошло, что надо держать осанку. Поэтому, так как я ходил неправильно до этого, сгорбившись, то я много времени потратил на то, чтобы у меня осанка была прямая. Здравствуйте. Это заметили некоторые, учившиеся со мной. Спрашивали, что и как. Я говорю, да вот так вот поровнее ходить. То есть важно все-таки себя нести, понимаете? Нести. Чтобы это было красиво, физиологично, эстетично и здорово. Далее. Тяжелая атлетика. В тяжелой атлетике еще был жим, помню. Мне было лет там 15. Вот одно там осваивал технику. То есть срыв из груди, потом прогиб сюда назад. Естественно, в нашем городишке никаких тренеров не было. Сам там все делал. И вот когда я разочек так сжал, как щелкнуло там. В хребтине такой щелк. Щелк! Что даже безбашенного пацана заставило задуматься. И это дело как-то перестал делать. Вот это где-то лет 15 было. Ну и дальше заниматься стал. Потом в тяжелой атлетике отменили жим, который наиболее травмирует спину. Остался рывок-толчок. Вот в толчке с груди. Главное понятие. Ну и еще наработки. Как-то я не схватил толчок с груди. Но это не важно. Возможно, это тоже хорошо. Так как он тоже дает нагрузку на спину. Но в итоге потихонечку спина укреплялась в результате этих занятий. Знаете, что я выполнил новому мастеру спорта. Были и травмы у меня. В основном по своей глупости. То есть нельзя сказать, что тяжелая атлетика разрушает суставы, спину, поясницу. Нет. Это все от головы идет. Надо где-то поберечься, где-то не лезть на веса. Ну, короче, медь в голову. И все будет отлично. Значит, были у меня... Какая-то травма такая неприятная. Это уже после армии, как раз я в 76-м году. Такая травма. Когда я 202,5 брал на грудь, штанга не легла на грудь, а поскользила, спина, короче, округлилась. То есть что-то там со спиной произошло. Плюс локти врезались в колени. За малым не вывернуло. Лучезапястные суставы вот эти вот. И после этого я не мог выступать, поднимать. А надо как раз было выступать. Меня выгнали со сверхсрочки. Как с такой формулировкой. За пьянку и дебош. Вот. Потом я работал за входом. И потихонечку, значит, начал восстанавливаться. Что я делал? Что я делал? Я делал через козла. Наклоны это покажу. Это все. Вот так вот спинку закачивать. Удобный тренажер. Хорошая вещь. Сделанная мною самим. То есть штангисты обычно через козла. Они не заморачиваются. А я сделал вот так вот уголки. Выверю. Как удобно. Здесь, смотрите, прорезал. Чтобы яйцеклады не давило. И, пожалуйста, занимайся. Штангисты делают. Якобы со времен Василия Алексеева. Он так свою спину лечил. Вот. И. Тяга штанги. Таким широким хватом. То есть закачивая приседать, я особо перестал. Ну, хочу сказать, что, чтобы судить о моей спине. Значит, силовые результаты были мои следующие. Приседание 255 на раз. Потом мог и больше присесть, но как-то не ходил. Вот такие вот. То есть крепкие. Вот. И вся эта крепость. Да, в толчке я поднял. 197 классический. Толкнул. 202 на грудь я брал. Орывок 160. То есть для обыкновенного человека это космос. Угу. Все. Закончилась моя тяжелоатлетическая карьера. Начались будни. Со спиной так было более-менее все в порядке. Все в порядке было. И примерно где-то после 2000-х, нулевых годов, начали возникать проблемы. То есть вот, можно так сказать, с возрастом. Потому что я знаю людей, которые никогда не поднимали штангу, тяжести. И в то же время со спинами у них одни протрузии, как там говорят. То есть это не столько влияет тяжести, как нечто другое, которое может сопутствовать этому процессу. Кстати, тазобедренные суставы страдают. И вот в 2000-е годы у меня началась эпопея. Спина выскакивала то так, то сяк, то и так. Я там и растягивал, и закачивал, и пробовал опять поднимать. То есть то, что помогало, вот когда был молодой, занимался восстановлением спины. Это уже перестает работать, потому что включились совершенно иные процессы, которые я не понимал. Что же там происходит. То есть появились вот такие жилбаки в мышцах вдоль позвоночника. И они начали то туда тянуть, то сюда тянуть, то еще что-то такое. Чем я там занялся, значит. Вот я помню. Поголодаю бывает. И спина пройдет. Как-то интересная вещь. То есть ты ничего не делаешь, голодаешь. А спина, значит, отпускает. То есть нет вот этих закусываний. Вот это, так сказать, был первый звоночек, который показал, что что-то тут не так. Вот остановились на том, что голодание как-то помогло. Все остальное, естественно, что-то там давало. Как только спину отпустить, я помню, мышцу хотелось заниматься. Сейчас я опять начинаю там тягать. И опять, это повторилось очень много раз. Вот, и в конце концов, я смотрю, читаю там, что и как, как там штангисты выходили. Удобная вещь ремень. То есть для того, чтобы ослабить вот это вот сжатие, которое у вас здесь имеется, и спазмы, напряжение. Одеваете ремешок. И немножечко с ним ходите. То есть с ним достаточно вот походить, чтобы, как бы сказать, снялось напряжение. Спазмы эти вот, которые бывают, особенно там с утра. И далее все, вы его снимаете. Я так использовал. А вот теперь я обхожусь, как видите, без ремня. Мои коллеги и прочее, прочее. И вот я наталкиваюсь на гравитационную гимнастику. На гравитационную гимнастику даже. Ездил к его создателю туда. Там занимался, там веса подымал, там такие. Упираешься. Вот, приехал домой. Там работа идет на две конечности. То есть ты лежишь спиной, давишь двумя ногами. А мне что-то в голову взбрело. Таких огромных весов не было у меня. Я думаю, ага, подавлю я это одной ногой. И, короче, одной ногой уперся, потом другую ногой уперся. Ну, это где-то вес 150 килограмм. И ты давишь, лежишь. На спине одной ногой там давишь. Вот настолько там. И это, страгиваешь. Короче, что-то я там так это перекосил. Что такой сильнейший заклин у меня был. Что я спал ногами вверх. Не мог положение найти. Которое бы способствовало тому, чтобы как-то вот расслабился. Как-то вот отошел. Но, тем не менее. Потихоньку, полегоньку. Из этого я в состояние вышел. И вот надумал. Ну, еще массажи были различные. Там вытяжки. Висишь на перекладине. Там ноги. Уголок. Ну, все это что-то не то. И вот я стал ходить. Вот. Где-то делаю пять кругов. Уже я делаю это все долго. И я заметил, что ты вот ходишь. Ну, сначала, допустим, там имеется какая-то жесткость в спине. Да, кстати, передача еще в Малахал Плюс. Там многому научила. Приходили люди с больной спиной. Рассказывали, как они от этого избавились. Различные приспособления. Приносили вот в частности. Вот этот участок спины. Допустим, в пояснице. Где-то там закусило. И имеется спазм. И его надо расслабить как-то. И вот когда одеваешь ремень штангистого. Такой широкий пояс. То получается, что ремень начинает немножко держать спину. И нагрузка вот на этот участок, защемленный, закусанный, спазмированный, вернее так, она уменьшается. Это позволяет расслабиться этой мощности. Вот. То есть я вначале ходил с этим поясом. Ходил с поясом. Добро здоровиться. До тех пор, пока как-то я не почувствовал, что он мне не нужен.